Добрый вечер в студии Евгений Горин. Как всегда, в воскресенье говорим о том, что произошло за последние 7 дней и как это отразится на нашей жизни. На неделе Беларусь приняла участие в международном проекте памяти об аварии на атомной станции Фукусима. Именитые художники, спортсмены, общественные деятели раскрашивают кукол Кабоши. Для страны восходящего солнца это символ стойкости и выносливости. Японских неваляшек с душой расписывали ведущие СТВ и известные белорусские персоны. Виктория Ходосок наблюдала за благотворительной акцией. Пока одни учились рисовать. Какой котик у меня, я даже не знала, что я умею рисовать еще и правой рукой. Сложно рисовать, краски расплываются, но я очень стараюсь. Другие рисовали не отрываясь от съемок. Я подумал, что надо сделать, может быть, что-нибудь телевизионное. Кто это будет такой телевизор? У меня вот получилась белая такая композиция с легкими вкраплениями живописи. Ведущие СТВ, спортсмены, артисты, художники и девять знаменитых белорусов внесли арт-клад в благое дело. Рисовали и создавали неваляшек в поддержку японцев, пострадавших от аварий на атомной электростанции Фукусима. У меня здесь ворон, который символизирует тоже какую-то черную часть нашей истории. Черные цветы, которые тоже остались на зоне отчуждения. И знак радиоактивной опасности, который знаком нам по Чернобыльской зоне. То есть для меня это такая более грустная кукла. Это мои художницы, мои девчонки, супруга Наташа и наша дочь, шестилетняя Варечка. Придумали такую идею, очень старательно работали, несколько дней. Вместо художественной ленты кисть, вместо привычного для рук мяча болванка из папье-маше. Художественный талант для спортсменки Любы Черкашиной стал сюрпризом. На самом деле для меня это очень интересно было, попробовать самой разрисовать вот такого котика. Замечательная акция и самому попробовать своими руками сделать и понимать, что да, действительно ты приложил к этому руку. В проекте участвует и эпатажный Андрей Смоляк. Расписывает куклу Кабоши, мастеркисти прямо в эфире СТВ. Широкими мазками в ярко-красном стиле, с намеком на мир и безопасность. Получается необычный самурай. Это японский самурайчик, петух, который встал рано, кукарекает. Символ солнца, символ неуспокоенности. Доставляли в Минск заготовки японских неваляшек прямиком из страны восходящего солнца. А вот делали кукол из бумаги и журавликов Цуру, которые тысячами прилетают в мемориальный парк мира в Хиросиме. Главная цель этого проекта, чтобы рассказать молодому поколению, что произошло в Японии, чтобы они старались, чтобы в будущем такого больше не повторилось. Я очень благодарен белорусам, что вы приняли участие в проекте. Хотелось бы, чтобы и дальше Беларусь, Украина и Япония продолжали культурный обмен. Мы в первую очередь к этому проекту пригласили присоединиться именно людей, которые по-настоящему знают, что такое боль, что такое боль терять близких, что такое боль потерять родной дом. Поддержало акцию и посольство Японии в Беларуси. Беларусь и Японию объединяет достаточно печальное прошлое. И этот проект как раз посвящен этой теме. У Беларуси и Японии много общих моментов. Наши нации похожи. К примеру, характер. Мы спокойные, уравновешенные, трудолюбивые. И я надеюсь, что 25-летие дипотношений между нашими странами станет еще большим стимулом для укрепления связей. В стране восходящего солнца кукла – это не только настоящее произведение искусства, но и источник удачи. К примеру, вот такая теру-теру-боза, немного похожая на привидение, может приманить хорошую погоду или, наоборот, дождь. В таком случае ее нужно повесить вниз головой. А вот такой милый бычок тоже сделан из папье-моша, как и кабоши. Символ силы, упорства и победы японского народа над бедой. На игрушке есть пятна и полоски. По легенде, это следы побежденной болезни. Кукольную акцию японцы проводят не первый год. Подобный проект делали вместе с французами. В этом году к росписи присоединились и белорусы. Впервые. В экспозиции на вернисаже более 200 работ. Семь из них – наши. Две – Киагари Кабоши – остались в Минске. На благотворительном аукционе они станут лотами. Вырученные деньги перечислят на счет белорусского детского хосписа. Мы хотим сделать палеотемную абилитацию, центр которой будет здесь. Но дальше выезд будет на том, по всем регионам Республики Беларусь. То есть мы хотим взять автобус, оснастить его таким революционным. Потому что переносная кушетка, мечи, то, что необходимо для палеотемной абилитации. Для этого нужны деньги. И вот если все будет хорошо, мы как раз пустим вот на этот проект. Впрочем, на товар уже есть купец. Неваляшка Едвиги Поплавской. Анастасия Тихонович заинтересовалась одесситка Дарья Сафина. Я пересматривала очень много кукол до этого. И еще ни одной такой куклы не видела. Она очень интересная своей символикой. Потому что в ней очень много славянских таких мотивов. И она очень добрая, светлая. И мне захотелось, чтобы именно эта куколка была у меня. А Киагари Кабоши для японцев не просто кукла. Это счастливый талисман, символ стойкости и выносливости. Ко всему эта игрушка достаточно своеобразная. Сколько бы вы ни пытались положить ее на стол. Она всегда поднимается. Дескать, как бы жизнь нас не била, мы должны встать и продолжить свой путь. Виктория Ходосок, Алексей Юнош, Владимир Слиш, Сергей Васюкевич и Роман Пастернак на неделе. О талисманах с философским смыслом.